Если же все-таки представить себе параллельную вселенную, в которой Россия и Советский Союз живут одновременно, то нетрудно догадаться, что две страны были бы друг другу злейшими врагами, в первую очередь из-за идеологических и политических мировоззрений. Современная Россия рано или поздно, скорее рано, проиграла бы это противостояние, ввиду того, что в какой-то момент просто не смогла бы обеспечивать армию всем необходимым. Все гиперзвуковые ракеты, танки, армата и истребители Су-57 закончились бы в первую же неделю масштабных боев, после чего исход войны решили бы производственно-экономические возможности. Войну на истощение против Советского Союза Россия проиграла бы сразу, как только бы решила начать. К тому же, имея крепкую научную базу и мобилизационные возможности, СССР достаточно быстро мог бы сокращать уровень своего технического отставания. К преимуществу Советского Союза можно было бы отнести и количество военных союзников по Варшавскому договору, коих было целых шесть. В настоящее время Россия имеет в серьезных военных партнерах только Беларусь и Сирию. Ну и напоследок отмечу, что еще никогда со времен Средневековья технологическое военное преимущество не определяло результаты крупномасштабных военных столкновений.